Не забываем поставить большой пальчик вверх под видео, как показано на видео, чтобы у вас в вашей жизни тоже появился и вольфарам, и сейбро, и все сразу. Вообще, существует три основных способа, как добывается сейбро. Оно выглядит вот так вот, вот этот квадратик, это сейбро, а вот это у нас вольфрам, он же тунгстен, пункхрийский. Короче, добываются они где угодно, в любом биоме, но нужно закапываться поглубже. Брать с собой хорошую кирку, вообще советую еще захватить с собой печку, чтобы можно было переплавить на досуге. Вот это низ мира, нам туда не надо, нам нужно вот где-то вот на вот этом уровне пещер, примерно. Да, так где ж тут сейбро-то. Кстати, отличная тема, это, подожди, использовать зелья шахтера, спиланкера, поушин так называемый. Он дает вот такое видение, вам все руды подсвечиваются, экономят овер дофига времени. Единственное, что это зелье не подписывает, на какую руду вы смотрите, вам придется разучивать цвета. Но если играть без читов и всякого, то да. Как видите, так, подожди, это сейбро, это сейбро, нет, не сейбро. Это один, только один из трех способов, есть еще два других способа, в которых ничего копать не надо. Так, это свинец. Окей, хорошо. Ну, то есть, вы понимаете, просто бегаем, смотрим к руду, и рано или поздно нам попадется сейбро и вольфрам. Второй вариант, мы находим себе экстрактора. Выглядит он вот так вот. Это рабочий столик. Лучше всего использовать мое видео, где я вам показываю, где экстрактинатор искать. Он часто попадает в сундуках. Соответственно, находите видео в описании под видео. Там рассказывается, как этот экстрактинатор легко и быстро найти. Окей, после этого находим три вида материалов в подземке пустыни. Это вот это какой-то песочек, пепел он называется. Вот он встречается где-то вот в подземке пустыни. Вот это зола. Он до такого цвета. Вот это пепел. Или как-то так. И вот это окаменелости. Запомните эти три вида блоков. Собирайте их в большом количестве в подземке. Любым удобным способом. Становитесь рядом. Кладете один из трех блоков, которые я вам показывал, себе в руку. Вот так вот. Левой кнопкой мышки клацаете на экстрактинатор. Он автоматически перемещает эти блоки во что-то другое. Рандомный лут. Обычно это всевозможные руды и небольшую сумму денежек. Вы получаете лут. Рандомный. С каждого блока, который вы вот таким образом запихиваете. Чтобы процесс шел веселее, просто нажмите и зажмите левую кнопку мышки на экстрактинаторе. Он будет автоматически перерабатывать блок за блоком. Значит, давайте вот что. Ради интереса. Ууу, тут золото бриллиант. Не, это вижу еще эти топоза. Прикольно. А давайте мы сделаем, наверное, ну не знаю, 100 блоков, 200 блоков. Чтобы смотреть, сколько руды мы с этого получим. Это только второй вариант. Так, я сделал 200 блоков. Значит, у нас кобальт. Ага, вольфрам у нас. Так, ребята. Я тут немножечко нахимичил. Короче, скрифосовские. Я добыл немножко титаниума. Ага, вольфрама 5 штук. И сейбра 7 штук. Это с одной из сотни блоков. Примерно. Ну, то есть, по мне, так это выгодный способ добычи ресурсов. Самый быстрый и эффективный. Также можно открывать ящики. Причем ящики можно получать при рыбной ловле. Выглядит это безобразие следующим образом. А вы ловите рыбку. И периодически будете ловить не только рыбку, но и еще ящики. Причем ящики строго определенных типов вам нужно. Кримсон ящик, волшебный ящик и так далее. Давайте я вам покажу, как они выглядят по дизайну. Вам нужно что-то один из этих ящиков. Мифриловый, джунглевый, стакейтовый, джунгельский, хематический, святой, коррумпированный, океанический, морской. Вы дальше кладете один из таких ящиков себе в карман и правой кнопкой мышки клацаете. Появляется рандомный лут из этого ящика. Соответственно, что дальше мы делаем? Так, открываем, я не знаю, давайте 100 ящиков откроем что ли в железных. О, уже 23 серебряные руды получилось. Классно, клево, интересно. И вольфрама 20 штук. Ящики, конечно, открывать намного выгоднее. Но это выгодно при условии, если вы любите рыбалку. То есть, отдельно ловить рыбалкой и заниматься ради руды, это глупость, конечно, на мой взгляд. Самое лучшее это экстрактор. Вот. Копать, и, конечно, выгодно копать в шахтах, если вы там бегаете по шахтам, что-то исследуете. Если вы ленивая жопа, экстрактинатор ваш выбор. В описании под видео вы найдете, конечно же, geronshop.ru. Ссылки в описании жду вас там, где вас ждет дешевый майнкрафт, террария. Дешевый Valheim и прочая куча других популярных игрушек. Жду вас там.